Здравствуйте! Вы смотрите Катунь Лайв. В прямом эфире мы обсуждаем актуальные темы Барнаула и Алтайского края в студии Игорь Матаев и Екатерина Варкентин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, прямо сейчас в эфире Катунь Лайв смотрите эксклюзивное интервью с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым. Внимание на экран. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Здравствуйте. Скажите, какая на данный момент ситуация с ковид-19 в Алтайском крае? Ситуация в Алтайском крае напряженная. При том, что цифры, может быть, сегодня еще не достигли пиковых значений конца июля, мы фиксируем достаточно серьезный рост тяжелых форм и коронавирусной инфекции, и увеличение вирусных пневмоний, неподтвержденных ПЦР-диагностикой. Все это, конечно же, таким тяжелым грузом ложится на госпитальную базу, которая развернута в регионе. В статистику попадают цифры, те, которые подтверждаются ПЦР-диагностикой, и они публикуются по данным Роспотребнадзора. Помимо этого, есть масса действительно пациентов, которые страдают вирусной патологией, неподтвержденных, еще раз, ПЦР-диагностикой, но получают лечение подобное, как при коронавирусной инфекции. На прошлой неделе врачи станции скорой медицинской помощи, они говорили о нехватке на рабочих местах водителей. Как-то ситуация за неделю изменилась? Нехватка водителей, медицинского персонала на станции скорой медицинской помощи, в первую очередь, города Барнаула, она сложилась в силу большой потребности, в первую очередь, обратившихся за этой помощью жителей города Барнаула. Количество вызовов на прошлой неделе достигало 1700 за сутки только по городу Барнаулу, при том, что по краю в остальном, без города Барнаула, такое количество было где-то 1400. Но неуклонный рост обращаемости и последние два дня мы уже фиксируем количество вызовов скорой помощи в городе Барнауле – 2100. То есть, теми бригадами скорой помощи, которые имеются, которые работают сегодня, которые как возможность предоставлено, невозможно своевременно, в срок, в течение 20 минут, обеспечить доезд до места жительства. При этом мы фиксируем, что лишь 40% из этого количества вызовов относятся именно к скорой помощи, и 60% – это, так называемая, неотложная помощь, которая не является жизнеугрожающим состоянием. Мы обратились в разные организации для привлечения и трудоустройства водителей, но здесь есть также и специфика, есть определенный класс водителей, который может работать именно на таких машинах. Но специфика именно работы, она отражается в том, что не все подходят и возможно их трудоустроить. Поэтому сегодня мы не видим большого притока на скорую помощь. Мы сохранили то количество бригад, которое имеется. Это позволяет нам доезжать до тех пациентов, которые нуждаются в первую очередь в помощи. Взаимодействие с службой неотложной помощи, поликлиника, там также у нас машины выделены, позволяет также поликлиникам оказывать необходимую помощь. Только на этой неделе открыли еще один ковидный госпиталь. В целом развернуто почти 3900 коек. Достаточно ли этого, чтобы сдерживать ситуацию? Не сама цель у нас действительно привлекать все в новые медицинские организации, перепрофилируя их под коронавирусную инфекцию. При этом мы понимаем, что часть медицинской помощи мы должны переносить в другие учреждения, замещая и оказывая экстренную помощь больным с хирургической патологией, акушерской, гинекологической патологией. Но при этом ситуация действительно диктует необходимость наращивания коечного фонда. И на утро сегодняшнего дня уже 4093 койки. По сути дела, за прошлый день мы открыли еще дополнительно 200 коек. Это и Федеральный центр травматологии и ортопедии на 165 коек, и в городе Змеиногорске на 35 коек. Принимаем решение сугубо локально, исходя из ситуации территориальной и загруженности коечного фонда в медицинских округах. Наша основная задача – это все-таки обеспечить доступность медицинской помощи в таких состояниях, тяжелых состояниях, которые люди доставляются в круглосуточном режиме. Вы просили частные клиники откликнуться. Откликнулись? Часть медицинских организаций откликнулась и взаимодействует, в первую очередь по территориальному принципу, разгружая работы и оказывая неотложную помощь, выезжая на места. Часть, беря на себя функцию полцентров, общаясь с пациентами и консультируя в дистанционном формате. Жители региона говорят, что сейчас в аптеках нехватка градусников, препаратов. Как-то Министерство здравоохранения держит на контроле этот вопрос? Хотелось бы сказать, что Министерство здравоохранения, скажем так, относится к аптеке «Алтай». Это краевое унитарное предприятие, которое представлено во всех районах Алтайского края. Да, они не покрывают весь коммерческий рынок сегодня. Хотелось бы сказать, что около 3% всего лишь всего рынка представлено аптеками «Алтай». При этом мы контролируем количество лекарственных препаратов как обязательность номенклатуры. Есть определенная дефектура, сложившаяся на рынке, коммерческом рынке, в том числе и по орбидолу. Это противовирусный препарат, у мифеновира его торговое, не патентованное наименование. Но при этом есть аналоги и иные противовирусные препараты, которые представлены в сети. Поэтому со своей стороны Министерство здравоохранения по рекомендации Федерального министерства определены схемы лечения больных с коронавирусной инфекцией, которые включаются не только в этот лекарственный препарат, но выбор за лечащим доктором. Поэтому, исходя из предложенных схем, альтернатив предлагаются и лечения. А что сейчас с плановым лечением? Получают ли хронические больные помощь в полном объеме? То, что касается плановой помощи в поликлиниках, но профилактические осмотры снижены, а в первую очередь во взрослой сети. Специфика этой инфекции такова, что детское население минимально болеет, и здесь плановая помощь у нас сохранена. Поэтому такой вот индивидуальный подход, где-то сокращение плановой помощи локально, где-то ее сохранение сегодня в регионе происходит. Что с теми, кто ожидает плановых операций? Состояние, которое ухудшается, заболевание сердца, которое требует принятия решения сейчас и здесь, эта вся медицинская помощь сохранена и оказывается нами в круглосуточном режиме. Весной была возможность оформить больничные через госуслуги, что сокращало число контактов. Сейчас есть возможность возобновить эту систему? Ну, хотелось бы сказать, что она сохранена, более того, и возможность в электронном формате выписать больничный лист сегодня присутствует. Важно ровно следующее, чтобы работодатель такую услугу, по сути дела, своему работнику предоставил. Наши медицинские организации, все медицинские организации подключены к работе с фондом социального страхования и выписывают электронные больничные листы. Еще одним инструментом, чтобы разгрузить поликлиники, стали колл-центры. Давайте объясним нашим зрителям, в чем разница между звонком в регистратуру и звонком в колл-центр. Ну, специально выделенные колл-центры, это разгружает работу регистратора, который сегодня непосредственно контактирует с пришедшим пациентом, а отвлечение его на звонки тем самым формирует скученность и очередь непосредственно перед регистратурой. Поэтому выделенные сотрудники, которые сугубо посвящены, посвящена их работа общению с пациентом в дистанционном формате, позволяют серьезно разгрузить нагрузку на передовую регистратуру. Созданные колл-центры сегодня с большей интенсивностью стали работать в поликлиниках. В первую очередь, та нагрузка по городу Барнаулу и Бийску, как вот, скажем так, эпицентр роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, в городе Барнауле это 19 колл-центров, принимают до 30 тысяч звонков в течение дня. Конечно же, это огромная нагрузка и работает порядка 60 медицинских работников. Мы со своей стороны проводим мониторинг доступности, в течение какого времени можно дозвониться. В первую очередь, операторы, принимая звонок, интересуются по поводу звонка, требуется экстренная неотложная помощь, требуется консультативная помощь. И, надо сказать, в основном, сегодня это как раз разъяснительная работа, которая требуется для человека, который попал в эту ситуацию. Столкнулись с некоторыми учреждениями и с нехваткой кадров на местах. Как Вы исполняете нехватку? Сложная ситуация. И действительно, наверное, в этот период кадровая проблема крайне обострилась. Со своей стороны, это форматы дистанционно. То есть, часть поликлиник перешла на формат, когда сотрудники 65+, медицинские работники, в дистанционном формате общаются с пациентами, приходят во вторую половину дня, не контактируя с пациентами, выписывают рецептурные бланки, если требуются больничные листы. Часть сотрудников перешла в формат выездной работы, тем самым обеспечивая возможность получения ее на дому со стороны пациентов. Мы привлекли и студенческое сообщество, и медицинские университеты, базовый медицинский колледж, которые позволили нам укомплектовать сотрудниками как ковидные госпиталя, так и поликлиники. Вместо заболевших работают как раз-таки и медицинские сестры, заменившие будущие наши врачи ординаторы. Это студенты 3-6 курса медицинского университета, которые получили сестринский допуск, по сути дела, пройдя аккредитацию. Вот мы еще раз обращались к частным медицинским организациям, где работают также медицинские сотрудники и могли бы помочь прийти на помощь. Ну вот врачи и добровольцы поставили вакцину от COVID-19. Сколько всего было вакцин поставлено, и кто в следующей на очереди? Приоритетность все-таки формирования иммунитета, как вот такая, наверное, группа риска, это в первую очередь медицинские работники. И поэтому первая партия в виде 42 доз вакцины, поступившая в регион, это те самые медицинские работники, которые заявили за такое желание. Вакцинация проведена, мы контролируем их состояние здоровья и в ежедневном, по сути дела, режиме смотрим основные параметры, которые также заносим в информационную систему. Всего в регион, исходя из подписанного соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, до конца года должно поступить совокупно 2005 доз. Специфичные, сразу скажу, вакцины с особыми требованиями по хранению вакцины. Почему такое небольшое количество? Необходимо отработать внутри региона логистику, когда хранение и до пациента должно пройти определенное время, и вакцина должна быть в определенных условиях введена. Все это отрабатывается, вот на 42 наших коллегах мы проверили, схему взаимодействия между складом и поликлиникой, работает и возможность последующей реализации также нами будет выполнена. В последующем будет, как мы знаем, разработана и другая вакцина с менее жесткими требованиями по хранению, которые позволят нам более широко использовать среди населения. Я думаю, что, исходя из планов Министерства здравоохранения Российской Федерации, вакцинация в более широком понимании и формировании иммунной прослойки будет в следующем году. Надеемся, что до конца октября поступит вторая партия вакцины. Чего бы Вы пожелали жителям нашего края? Конечно же, здоровья. Конечно же, бы здоровья пожелал, здоровья родным, близким, беречь себя, терпение, выдержки, беречь медицинских работников. Серьезная физическая и психоэмоциональная нагрузка, которая сегодня на весь медицинский персонал. Вот все только вместе мы сможем пройти достойно, с минимальными потерями, этот сложный период нашей жизни. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. А я напомню, Вы смотрели интервью дня. Берегите себя, своих близких. Увидимся на Катунь-24. Здравствуйте, это Катунь-Лайф, и мы продолжаем. С вами Егор Матаев и Екатерина Варкентин. Дорогие зрители, хотелось бы напомнить, что сегодня Вы можете позвонить в нашу студию по номеру телефона 5500 и задать все интересующие Вас вопросы по теме нашего эфира. А я напомню, мы сегодня говорим о вирусе COVID-19. Также, дорогие телезрители, обратите внимание, что на протяжении всего нашего сегодняшнего эфира на экране будет транслироваться актуальная информация, то есть это актуальные номера телефонов, по которым Вы сможете позвонить и задать также интересующие Вас вопросы, связанные с данной темой, с темой вируса COVID-19, о профилактике, о методах лечения и так далее. Ну, а мы прямо сейчас, наверное, представим нашего следующего гостя. Во время перерыва к нам присоединился заведующий отделом лучевой диагностики диагностического центра Алтайского края, главный внештатный рентгенолог Министерства здравоохранения Алтайского края Владимир Геннадьевич Калмогоров. Владимир Геннадьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Владимир Геннадьевич, осложнение в виде воспаления лёгких при COVID-19 нередкость. Как подобрать оптимальный метод диагностики вовремя и обнаружить признаки вирусной пневмонии? Ну, на самом деле, подбирать методы их не очень и нужно. Во-первых, они все прописаны в методических рекомендациях Минздрава России. Во-вторых, в общем-то, они известны всем медицинским работникам. Это два основных метода. Значит, это, естественно, лабораторная диагностика, это полимеразно-цепная реакция, которая выявляет наличие вируса в организме. И второй основной метод — это лучевая диагностика, а именно либо рентгенография, либо рентгеновская компьютерная томография. Вот два основных метода диагностики, в том числе и пневмонии. А в чем различие все-таки между, как вы сказали, рентгенографией и компьютерной томографией? Различие в методе получения диагностического изображения. Рентгенография — более старый способ рентгенодиагностики. Ему уже больше ста лет, на самом деле. Сейчас он переживает, я бы так сказал, второе рождение или второе дыхание, последние около 20 лет рентгенография бурно становится цифровой, как и все практически в нашем мире. Поэтому сейчас качество рентгенограмм по сравнению с тем, что было 20, 30, 40 и так далее лет назад, гораздо выше, чем было раньше. Компьютерная томография — это относительно новый метод лучевой диагностики, и он является методом выбора в диагностике заболеваний легких, потому как его разрешающая способность несколько выше, его возможности визуализации не только легочной ткани, но и структур средостения, бронхиальной системы, лимфоузлов, сосудов и так далее выше, чем рентгенография. Но, тем не менее, оба этих метода справедливо и правильно сейчас применяются, широко применяются в диагностике вирусных пневмоний, в том числе и ковидных пневмоний, которые практически… Может быть, я предвосхищаю ваш вопрос, но на рентгенограммах и компьютерных томограммах выглядят практически одинаково. Есть некоторые особенности, которые не всегда однозначны, некоторые специалисты спорят по этому поводу, но, тем не менее, чётко и однозначно сказать, что у этого пациента по компьютерной томограмме или по рентгенограмме именно ковидная пневмония нельзя. Так же, как и нельзя сказать, что здесь однозначно вирусная пневмония, другой какой-то природы, аденовирусная и так далее. К сожалению, этого сделать нельзя. Поэтому-то и применяются оба метода диагностики основных. Это лабораторная диагностика плюс лучевая диагностика. Сейчас компьютерную томографию можно пройти ещё и в Центре ядерной медицины. Наши коллеги съездили туда, и давайте посмотрим сюжет, который они сняли для нас. Внимание на экран. Центр ядерной медицины начал работу в две смены. С 8 утра до 16.00 обследует все внутренние органы человека, кроме лёгких. А с 16.00 и до 22.00 разворачивается красная зона для пациентов с поражением лёгких. Нам пришлось немного внести какие-то изменения в нашем Центре, потому что должна существовать красная зона. Поэтому вот она, наша красная зона, она сейчас за дверью. Там есть свой вход, свой лифт. Пациенты ковидные поднимаются там. Они никогда не попадают на чистую зону. 30% за смену может посмотреть врач-рентгенолог на КТ. Пациенты с COVID-19 записаны на неделю вперёд. Если аппарат МРТ диагностирует COVID только в запущенной стадии от 50% поражения, то компьютерная томография уже на первой. Показывает до 25% поражения лёгких. На ранних стадиях можно предотвратить тяжёлые последствия заражения. Тёмный цвет – это лёгкие, а вот эти белые пятна – это как раз и идёт участки матового стекла, где-то участки консолидации. То есть это как раз и есть вирусная пневмония. Смена сотрудника Центра ядерной медицины начинается с раздевалки. Ну, мы приходим, заранее одеваемся в раздевалке. Сначала полностью костюм, потом респиратор, очки, бахилы, перчатки. Две пары обязательно. Ну и всё, и выходим в зону свою красную. Ну, как уже вторая кожа, так скажем, уже с ним сроднилась. Костюм надёжно защищает от вируса. Уже четыре месяца каждую неделю сотрудники Центра сдают тест на коронавирус. Заболевших среди них нет. Это происходит всё очень быстро. Здесь отработано. Пациент быстренько его оформляет, проводит на КТ. За пять минут делается снимок. Врач в течение от пяти до пятнадцати минут описывает пациента. Ему выдаётся заключение. Если это вторая или третья степень, тогда мы вызываем скорую помощь. После каждого пациента стол обрабатывается антисептиком. А после каждой смены грязная зона заливается шестипроцентным раствором перекиси водорода. А утром повторно промывается. К восьми часам КТ готов к приёму. Принимают пациентов с подозрением на ковид со вторника по пятницу. Записаться можно по телефону 615601 или на сайте barnaul.ldc.ru. Анна Муратова, Сергей Сидых. Специально для Катунь.Лайф. Большое спасибо нашим коллегам. Но я думаю, что прямо сейчас продолжим. Владимир Геннадьевич, ну вот всё-таки в каком случае необходимо выполнить компьютерную томографию органов грудной клетки, а когда можно обойтись рентгеном? Вы знаете, по большому счёту сейчас в городе, да и в крае выстроилась достаточно стройная система как раз отбора пациентов для этих исследований. И так на первом этапе, большей частью, в зависимости, конечно, от клинической ситуации, но большей частью пациенты сейчас проходят рентгенологическое исследование в поликлинике по месту жительства. То есть это такой первый этап? Да, первый этап, фильтр, можно назвать этап фильтр. Практически да, если есть подозрения на наличие вирусной пневмонии. Это такой своеобразный фильтр перед компьютерной томографией, которая, как я уже сказал, является более информативным методом и должна применяться в том случае, если остались вопросы после рентгенографического или флюорографического исследования. Так как сейчас, в общем-то, достаточно стройная система, это работает по всему краю. А как при каждом из методов диагностики врачи оценивают вероятность вирусной пневмонии? Вы знаете, оценивают вероятность именно ковидной пневмонии врачи-клиницисты, именно участковые терапевты, пульмонологи, которые находятся в поликлинике. Значит, дело в том, что, как я уже сказал, специфических лучевых симптомов именно ковидной пневмонии не имеет. А врач-рентгенолог в заключении выставляет диагноз, точнее, извините, не диагноз, а в заключении пишет признаки вирусной пневмонии. И после этого уже терапевт на приеме пациента, оценивая еще и лабораторные данные, оценивая физикальные данные пациента, уже с большей или меньшей вероятностью выставляет диагноз именно пневмонии по ее этиологии, то есть по ее причине. Либо это вирусная пневмония, либо это бактериальная пневмония, либо это ковидная пневмония и так далее. Но вот если имеется выраженная клиническая картина, а на рентгене патологических изменений нет, что делать в таком случае? Нужно ли делать КТ? Совсем не обязательно делать КТ, потому что если на рентгенограмме не выявлено признаков пневмонии, значит, простой пример. Вот как Вы сказали, клиника есть, температура 38-39, на рентгенограммах чисто. Два варианта. Если мы сделаем КТ, может быть, так как разрешающая способность выше, может быть, мы увидим несколько мелких очагов матового стекла. То, что сейчас уже у всех на слуху, основной симптом вирусной пневмонии. Принципиально для лечащего врача это ничего не изменит. У пациента и так есть температура, у него есть, возможно, дышка, кашель, еще какая-то симптоматика слабости и так далее. Принципиально он все равно, даже на рентгенограмме, если ничего нет, он все равно будет лечить его точно так же, как будто бы там, может быть, что-то бы и было. То есть лекарства будут назначаться все те же? Конечно. Прежде всего лечащий врач исходит из состояния больного, а не из того, что видно на снимках или компьютерных томограммах. А проводятся ли повторные исследования зараженных пациентов? Да, проводятся. Опять же, могут быть варианты. Динамика развития заболевания может быть как отрицательной, в сторону ухудшения, если она идет, так и положительной, если пациенту становится легче, лучше, у него уходит температура и так далее. Значит, если динамика положительная, то тогда надо хорошо подумать, стоит ли пациента лишний раз облучать. Ведь не секрет, что рентгеновский метод, так же, как компьютерная томография, они нанесут лучевую нагрузку. Причем компьютерная томография в этом плане невыгодно смотрится, потому что дозовая нагрузка на пациента, она в несколько раз выше, чем при обычной рентгенографии. Так вот, то, с чего мы начали. Делать повторное исследование стоит тогда, когда пациент не идет в положительную динамику, когда у него нет улучшения, когда он чувствует себя еще хуже, или появляются дополнительные какие-то симптомы. Вот в этих случаях обычно врач назначает либо повторное рентгеновское исследование, а если там не видно положительной динамики, тогда и компьютерную томографию. И это логично, и это правильно. А если есть изменения на начальном этапе, начальное поражение, то рентген покажет их? Значит, вот так же, вот то, что сейчас опять же на слуху, вот эти термины КТ-1, КТ-2, КТ-3, да, все слышали, это степень поражения легочной ткани, объем поражения легочной ткани. Например, КТ-1 — это степень поражения легочной ткани до 25% объема. КТ-2 — это от 25 до 50% поражения. КТ-3, соответственно, до 75% поражения объема легочной ткани. В принципе, то же самое видно и на рентгенограммах, и тогда просто степень поражения указывается не как КТ-1, КТ-2, а, соответственно, Р1, Р2, Р3. Принципиально ничего не меняется. Врачу все понятно. Владимир Геннадьевич, спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, а мы совсем скоро вернемся в студию Катунь-Лайв. Поставайтесь вместе с нами. Не переключайтесь. Здравствуйте, в эфире Катунь-Лайв. В студии Егор Матаев и Екатерина Варкентин. Наш сегодняшний эфир посвящен теме коронавируса. Сегодня вы узнаете все о том, какие меры принимаются в крае по борьбе с распространением COVID-19. А мы напомним, дорогие зрители, сегодня вы можете позвонить в нашу студию по номеру, который вы видите на своих экранах, и задать нашим гостям интересующие вас вопросы в прямом эфире и из первых уст получить на него ответ. Ну что ж, а прямо сейчас подробнее поговорим о лечении COVID-19, о прививках, ковидных госпиталях и о том, как обезопасить, в первую очередь, самого себя. К нам в студию должна была присоединиться Ирина Владимировна Переладова. Это главный эпидемиолог Алтайского края. Но прямо сейчас она находится в самом эпицентре на открытии еще одного ковидного госпиталя. Мы с Ириной Владимировной уже наладили сейчас связь. Мы ей позвонили. И Ирина Владимировна также, можно сказать, присутствует в нашей студии, но в режиме онлайн по телефону. Ирина Владимировна, добрый вечер. Вы нас слышите? Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, слушатели. Здравствуйте. Ну что, я думаю, можно уже начать наш с вами диалог вот немного вот в таком чуть-чуть необычном формате, но тем не менее донести до жителей Алтайского края и всех наших телезрителей, кто нас смотрит, актуальную и важную информацию. Ирина Владимировна, вот первый вопрос. Сколько заболевших сейчас лечатся в домашних условиях и как их контролируют? Приезжает ли к ним врач или дистанционно это происходит? Вы знаете, наверное, будет некорректно как-то комментировать ситуацию, не опираясь на те цифры, которые дает наш оперативный штаб, который в ежедневном режиме готовит информацию. Очень много учреждений, организаций, все ковидные госпиталя участвуют в том, что в ежедневном режиме своевременно собирается информация о тех лицах, которые сегодня у нас лечатся в стационаре, лечат амбулаторно, наблюдаются. Поэтому не хотелось бы мне повторять те цифры и дублировать, цифлировать материал, который есть на официальной страничке, который официально публикуется не только у нас, на официальной страничке нашего оперативного штаба, но он есть на стоп-коронавирусе, которые мы видим каждый день, и все пристально смотрим за этими цифрами. И поверьте мне, я никакой другой статистики не дам по одной простой причине, что я тоже являюсь одним из участников, который помогает сформировать именно вот эти контрольные цифры, которые сегодня есть. Поэтому, ну, воспользуемся той статистикой, которая есть. Единственное, что я могу прокомментировать дополнительно, что медики изо всех сил стараются, безусловно, помогать, но, к несчастью, есть такая ситуация, что медики те же самые люди, которые являются жителями наших, точно так же имеют обыкновение болеть, поэтому иногда наши медики болеют, в некоторых моментах возникает какой-то момент замены одного сотрудника. Ну, это явление временное. Очень много медиков у нас уже переболели, поэтому они с готовностью и с должным участием они стараются помогать нашим жителям, чтобы все-таки мы вместе пережили ту ситуацию, которая у нас сегодня есть. Ирина Владимировна, ну, вы сейчас на передовой, на открытии госпиталя. Расскажите нам, что за госпиталь открывается? Не хотела бы опережать события. Я думаю, право первенства про этот госпиталь, наверное, мы отдадим Министерству здравоохранения. Почему? Потому что этот госпиталь будет открыт завтра, и на сегодняшний день полным ходом идут подготовительные мероприятия. Поэтому давайте оставим маленькую интригу, чтобы немножко не опережать события. На самом деле я хочу сказать, что медицинские работники готовы к работе в любых условиях, с любыми пациентами. И пациенты с ковидом – это для нас те же пациенты, которые сегодня дороги нам при любом заболевании. И на сегодняшний день Министерство здравоохранения старается решить вопросы так, чтобы все-таки обеспечить доступность оказания медицинской помощи нашим жителям. Мы видим, что на сегодняшний день у нас подсоединилась еще одна инфекция. Которую мы все хорошо знаем, с которой мы много лет живем – это острые респираторно-вирусные инфекции. В этих условиях, конечно, просто на нашу службу здравоохранения лезла колоссальная. У нас без ковида этот период времени всегда был напряженным. То есть была повышенная обращаемость, повышенная заболеваемость. Почему? Потому что порвы никто не отменял. А здесь еще, как мы видим, мы попали в сезон добавленной инфекции, которая называется COVID-19. И сегодня в этих условиях, конечно, здравоохранение старается закрыть все вопросы по оказанию медицинской помощи. Поэтому позвольте немножко не опережать события и поговорить завтра, тогда как действительно еще один госпиталь будет работать. Я думаю, что в обязательном порядке Министерство здравоохранения своевременно ответит этот вопрос. Ирина Владимировна, вы затронули тему о наложении именно двух вирусов на организм человека. Как все-таки защититься в этот непростой период? Очень правильный, очень своевременный вопрос. И мы всегда с вами в этот сезон времени всегда говорим о том, что лучшим средством, самым дешевым и самым эффективным это является средством иммунопрофилактики. Первонаперво сегодня мы профилактируем грипп. Заметьте, я сегодня говорю о респираторно-вирусных инфекциях. Пока не упоминаю грипп. А как прививки, мы сразу начинаем говорить. Мы профилактируем именно грипп. Респираторно-вирусные инфекции, они сегодня, это большое царство вирусов. Это более двухсот видов, типов вирусов. Поэтому мы с вами сегодня прививаемся не от вирусов, мы прививаемся только от вирусов гриппа. И на сегодняшний день, ну, наверное, все вы знаете эту информацию, у нас заканчивается первичный вакцинокомплекс по 42 медицинским родственникам против новой коронавирусной инфекции. И так случилось, что мне вчера поставили вторую прививочку против новой коронавирусной инфекции. И вот я думаю, что оставшийся 41 медицинский работник точно так же ее получит. То есть мы как раз оказались теми людьми, теми первыми медицинскими работниками, которые сегодня получили прививочку как против гриппа, против коронавирусной инфекции. И поэтому, конечно, правильнее сегодня говорить. Нам надо привить население сейчас обязательно против гриппа, потому что сезон гриппа наступает у нас, как мы все хорошо вспомним, с декабря месяца. И сегодня самое золотое время, несмотря на то, что у нас много респираторных инфекций. И сегодня вся проблема высокой значимости, она связана в первую очередь с РВИ, потому что сегодня население болеет респираторно-вирусными инфекциями. И здесь, в этой ситуации, как только мы выходим из этого заболевания в периоде покоя, конечно, мы все равно рекомендуем ставить прививочки против вирусов гриппа. Ирина Владимировна, вот вы уже буквально не так давно сообщили всем нам о том, что вчера была поставлена прививка, вторая уже. И наши коллеги подготовили небольшой материал, и прямо сейчас в прямом эфире Катунь Лайф мы бы хотели его посмотреть. Собственно, посмотрим, как вы ставили прививку. Да, уважаемые телезрители, обратите все свое внимание на экран, а после продолжим нашу беседу как раз-таки о данных прививках. Вторую часть прививки от коронавируса впервые поставили в Алтайском крае. Испытала ее действие на себе главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Введение вакцины «Спутник-5» проходит в два этапа. Сначала вводят первый компонент, а спустя 21 день – второй. Предположительный поствакцинальный иммунитет сохранится в течение двух лет. В этом году от COVID-19 прививают только медицинских работников. На следующей неделе поступит уже вторая партия 2005 вакцин. Напомню, что в первой было 42 комплекса. Ориентируясь на себя, абсолютно точно хочу сказать, вот как мы с вами общались три недели назад, вот ровно я такая же стою перед вами, без каких-либо проблем, последствий и так далее. Часть медицинских работников у нас совершенно спокойно перенесла данную вакцину. Два человека у нас заболели респираторно-вирусной инфекцией. Наши доктора, которые заболели, именно закатарили на третий-четвертый день. С января начнется массовая иммунизация всех групп населения. Скорее всего, вакцина будет другая. Спутник-5, которую ставят сейчас, нужно хранить в специальном низкотемпературном оборудовании. Уже на днях зарегистрируют новую вакцину. Ее можно будет хранить в обычных условиях. Это позволит работать всем прививочным кабинетом и охватить население в дальних уголках региона. Ирина Владимировна, вы первой поставили вакцину от коронавируса. Ну и, наверное, вопрос у нас с Екатериной, конечно же, и у всех жителей Алтайского края. Как ваше самочувствие? Как вы себя чувствуете? Вы знаете, это ровно такое же самочувствие, как мы ставим все остальные прививочки. В том числе прививочка переносится очень легко. Она переносится ровно так же, как прививочка против гриппа. То есть уже на следующий день пальпаторно даже не чувствуется место введения вакцины, потому как, в принципе, она не имеет, ну, во всяком случае, на меня, да, не повлияло ни на какие-то негативные восприятия, которые могли быть ни температуры, ни какой-то лихорадки, ни какой-то слабости, как все вот, вдруг мне будет там чего-то. Нет, ничего нет. Обычное трудоспособное состояние, обычное рабочее состояние. Я совершенно спокойно и прекрасно себя чувствую, поэтому все в работе, все заняты делами, и поэтому предлагаю продолжить иммунизацию. И совершенно четко хочу сказать, населению надо прививаться при наличии доставки вакцины, в обязательном порядке надо ставить прививочки тогда, когда будет отставлена действительно массовая иммунизация. Ирина Владимировна, расскажите о самой вакцине. Ее как-то по-особенному хранят. Что еще можете о ней сказать? Какого эффекта о ней ждать от нее? Ну, во-первых, эффект у любой вакцины, он один. Конечный результат – это сформирование постпрививочной иммунитет. На сегодняшний день вакцина столько-столько вводится в массовое применение. И мы, медицинские родители, участвуем в третьем этапе как раз клинических испытаний этой вакцины. На самом деле вакцина имеет все для единого решительные документы. Вакцина официально зарегистрирована. Вакцина на самом деле уже давно апробирована на определенных категориях граждан. И сегодня вот мы как раз те медики, 42 медика, которые не только в Алтайском крае, каждый регион в 100% случаев в Российской Федерации получил по 42 дозы. Это первый транш вакцины, который пришел, поставили прививочки. Поэтому на сегодняшний день вакцина действительно используется и реализуется. На сегодняшний день она первая. Она с достаточно сложными условиями хранения. Она требует низкотемпературной холодовой цепи, не выше минус 18 градусов. Поэтому здесь наша поликлиника, в которой мы проводили прививочки нашим медицинским работникам. Это первая городская поликлиника номер один города Барнаула. Она у нас была тем вот учреждением, которое поучаствовало в прививочной кампании. И проводило отбор медицинских работников, заполнение всей медицинской документации. Хочу отметить, что все это мы записывали и ввели не только где-то в тетрадке, в книжечке, в сертификатах, но и в едином регистре привитых лиц в России. Это абсолютно официальная информация. И поэтому вакцина сегодня, она, конечно, будем так говорить, реализована. Но вакцина имеет два компонента. Ирина Владимировна, я предлагаю продолжить беседу после небольшого перерыва, после небольшой паузы, потому что сегодня нам еще есть о чем поговорить. Уважаемые телезрители, вернемся в студию Катунь Лайф совсем скоро. Не переключайтесь. Всем здравствуйте! В эфире по-прежнему Катунь Лайф в студии все так же Екатерина Варкентин и Егор Матаев. Наш прямой эфир сегодня вновь посвящен актуальной теме последних шести месяцев. Всем, кто только что к нам присоединился, хотелось бы сообщить и добавить, что сегодня мы говорим о коронавирусе. Вы узнаете все о том, какие меры принимаются в крае при борьбе с распространением COVID-19. Мы продолжаем нашу беседу с Ириной Владимировной Переладовой. Это главный эпидемиолог Алтайского края. Ирина Владимировна сейчас с нами на связи. Ирина Владимировна, вы нас слышите? Да, здравствуйте, здравствуйте. Еще раз, здравствуйте. Ирина Владимировна, готова продолжать сегодня в таком, скажем так, режиме онлайн, в режиме телефонной связи. И наш предыдущий блок закончился на информации о вакцинации. Как раз таки и хотелось бы задать следующий вопрос. То есть партия вакцины следующая поступит в конце октября. Все-таки кому она будет предназначаться в первую очередь? На самом деле у нас в этом году определена поставка вакцины против новой коронавирусной инфекции в количестве 2005 доз. Из этого количества первый поступил в объеме 42 дозы. И вся партия, которая сегодня у нас должна быть реализована в 2005 доз, по рекомендации Минздрава России, она должна быть использована только для медицинских работников. Почему? Потому что, наверное, сегодня нет необходимости объяснять, что медики находятся, конечно, в эпицентре событий при оказании медицинской помощи. А кто это? Вот преимущественно врачи красной зоны или скорая помощь, может быть, неотложка? Вообще, на самом деле, мы взяли несколько категорий медицинских работников, которые однозначно не работают в красной зоне, потому что это люди, которые находятся в прямом контакте с ковидными больными, они находятся в изоляционных условиях. Но вы абсолютно правильно просчитали ситуацию. Мы прививали всех медицинских работников, которые в перспективе заменят ту смену, которая была в красной зоне, и придут работать на смену тем докторам, которые уже работают в свой период времени. Плюс ко всему, безусловно, это и участковые медицинские работники, и медицинские сестры, это и наши пульмонологи, это и терапевты, то есть это те люди, которые непредственно оказывают медицинскую помощь нашему населению. Поэтому плюс ко всему, конечно, обязательно мы включили сюда акушеров-гинекологов и неонатологов, которые ровно точно же сталкиваются с нашими пациентами. Ирина Владимировна, вот вы уже затронули эту тему, хотелось бы еще раз спросить, почему важно именно сейчас ставить прививки не только от COVID-19, но и от гриппа, ОРВИ и так далее? В целом от респираторных заболеваний. Подточню, да, что сегодня мы вакцину ставим только от гриппа и только от новой коронавирусной инфекции. От всех остальных острых респираторных инфекций вакцины нет. Поэтому, когда наплаиваются два заболевания, оно понятно, одно усиливает другое. Понятно, что человек начинает страдать. У человека могут возникнуть, во-первых, осложнения, тяжелые осложнения, вплоть до летальных исходов. Первонаперво, вакцинация предупреждает и тяжелые осложнения, и тем более летальный исход от инфекционных данных заболеваний. Поэтому сейчас самое благодатное время все-таки привиться против гриппа. Грипп наступает у нас ориентировочно в декабре. Массовая иммунизация по предварительной, опять же, информации Министерства здравоохранения Российской Федерации. И вы видите информацию именно Минздрава России о том, что ориентировочно с января месяца начнется данная кампания. Поэтому нам нужно успеть поставить вакцину до начала гриппа и, соответственно, быть готовыми к следующей прививочке против новой коронавирусной инфекции. Я думаю, что можем сейчас поговорить о методах защиты, скажем так. Елена Владимировна, почему все-таки важно носить маски и как это правильно делать? Расскажите нам еще раз абсолютно всем. Вообще вопрос на самом деле очень простой и очень хорошо запоминается. Во-первых, масочка имеет верх и низ. Верх и низ мы определяем абсолютно точно там, где стоит металлический или пластиковый протектор. Там, где протектор стоит, это вверх. Почему? Потому что он должен ровно попереноситься носа. А зачем? Чтобы сегодня плотно произошло прилегание и не было подтекания воздуха из внешней среды. Во-вторых, зачем сегодня одна масочка медицинская имеет сторону светлую, беленькую, вторая сторона голубая. Вторая сторона голубая – это пропитка, это влагостойкая пропитка. Теперь становится понятным, что она должна быть ниже. Белый слой – это специальный гипоаллергенный материал для кожи лица. Между ними находится воздушный фильтр. Никаких вопросов о том, что сегодня болеет один, носите так, болеет кто-то другой, носите этот, не стоит. Там, где есть влагостойкий слой, он однозначно должен быть снаружи. То есть масочку мы однозначно должны носить голубым цветом, поокрашенным снаружи, чтобы сегодня гипоаллергенный слой прилегал к коже лица. Третий вопрос, самый главный – зачем ребрышки на маске? Ребрышки используются для того, чтобы обеспечить полное прилегание к лицу, чтобы у нас на сегодняшний день маска не была под подбородком, она не была под носом, она плотно закрывала весь нос, весь рот и весь подбородок. Вот такие практики на нелегкие в исполнении. Ирина Владимировна, скажите, пожалуйста, вот как еще предупредить заболевание гриппом, коронавирусной инфекцией, как укрепить иммунитет? Ну, вопросов на самом деле вы несколько задали. Помимо маски мы должны понимать прекрасно, что главный фактор, который сегодня рассчитывает инфекцию, как это ни странно, это являются наши руки. Прежде чем на сегодняшний день взять масочку руками, мы должны обратить руки антисептикам. Антисептик какой правильнее брать? Презусловно, спиртовый. Почему? Потому что спирт быстро высыхает и, в принципе, обеспечивает дезинфекцию кожи рук. У любой у вас же себя женщины должны в сумочке находиться не только салфеточки бактерицидные, но и, наверное, в сумочке должен быть антисептик. Это теперь уже, наверное, то правило, которое мы должны все соблюдать. Это один момент. Второй момент. На сегодняшний день остальные все правила, которые мы знаем много лет, мы много времени всегда посвящаем им, это общепринятые процессы при респираторно-вирусных инфекциях. Первое-наперво это мы одеваемся по погоде. Организм не должен остывать, он не должен потеть, он не должен вспотевше переохлаждаться. То есть здесь самое главное – соблюдение тех типов одежды, которые характерны для нашего периода времени. Безусловно, это наше вето, это обязательное использование в рационе, в первую очередь, наверное, на витаминных сибирских продуктах, которые сегодня все мы знаем. Безусловно, должна быть какая-то физическая нагрузка. Мы не должны сегодня сидеть, смотреть в окно целый день и бояться коронавируса. При соблюдении средств защиты, при правильном режиме труда и отдыха, физической нагрузки, при правильном питании, я думаю, это обеспечит тот иммунитет, который сегодня сформирует наш с вами организм. Ирина Владимировна, спасибо вам огромное за продуктивную беседу, ну а мы с Егором и нашим следующим гостем встретимся уже совсем скоро. Да, прямо сейчас в эфире телеканала Катунь-24, новости с субтитрами, не переключайтесь, а после вернемся в студию. Здравствуйте, мы продолжаем прямой эфир Катунь-лайф. К нам в студию присоединилась Елена Ивановна Воронкова, врач по лечебной физкультуре высшей квалификационной категории Алтайского врачебно-физкультурного диспансера. Елена Ивановна, скажите, пожалуйста, в Алтайском крае создаются новые площадки для восстановления после ковид. Расскажите, что за интерактивная платформа, такая замечательная, сейчас работает на базе вашего центра? В июле этого года по инициативе Министерства здравоохранения Алтайского края наше медицинское учреждение присоединено к интерактивной платформе дистанционной реабилитации пациентов, перенесших ковид-19 с различными осложнениями. Данная платформа была разработана у «Телепат» совместно с научно-исследовательским институтом реабилитации и курортологии при Министерстве здравоохранения России. В основу этой платформы легли временные рекомендации по реабилитации пациентов данной категории. Мы присоединились, посмотрели, что это очень хорошая платформа. Тем более в условиях пандемии, когда человек не может никуда выйти, не получить никакой помощи, это даже очень здорово. А в каком, скажем так, режиме проходят реабилитации? То есть режим онлайн или режим офлайн? Значит, данная реабилитация может проходить как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн. Это зависит от чего? Зависит от того, что пациент либо еще находится на двухнедельной самоизоляции после выписки из стационара, либо он вышел уже на работу. Но вы понимаете, лечь на работе, прилечь где-то и сделать лечебную гимнастику достаточно сложно, правильно? Давайте прервемся, продолжим чуть позже. У нас звонок в студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Егор и Екатерина, здравствуйте. Меня зовут Игорь из Москвы. У меня есть даже не вопрос, а не коротко. Всем советую ночить в Москве и резво выходить на улицу. Я вас умоляю, ради бога не делайте больше так. Спасибо вам большое за вашу рекомендацию. Игорь, спасибо. Очень приятно и очень ценно, что наши телезрители сами своего рода раздают советы абсолютно всем окружающим. Это очень интересно. Игорь, спасибо. Спасибо большое, Елена Ивановна. Я думаю, продолжим нашу с вами беседу. Так, но все-таки оффлайн и онлайн занятия. Чем отличаются данные занятия? То есть режим онлайн подразумевает работу с инструктором, да? То есть пациент видит работу инструктора в экране, а инструктор видит, как пациент делает данные упражнения в домашних условиях. Это онлайн. Занятия проходят индивидуально или группами? Это групповое занятие. Режим оффлайн подразумевает, что я, оценив пациента, все его функциональные возможности, назначаем мы тот или иной комплекс лечебной гимнастики. Эти комплексы записаны, и человек может уже сам посмотреть и их выполнять. А вот вы говорите, что нужно для начала оценить, да, каждого пациента. А в каком формате? То есть он должен пройти какой-то тест или что? Человек должен зарегистрироваться на нашей платформе, то есть не на нашей, на московской платформе COVID-rehab, да? Далее он мне должен отправить, направить мне сканы документов. Это выписка из стационара, если такова имеется. Либо выписка из амбулаторной карты, присоединить мне все свои обследования, которые он прошел. Далее он заполняет первичную анкету, в которой он оценивает свое состояние. То есть наличие температуры, кашля, одышки, потерю массы тела. То есть все, что сейчас мы наблюдаем у пациентов, перенесших COVID, да? Я это все оцениваю. Мне этого, естественно, недостаточно. Я предлагаю пациенту в домашних условиях провести так называемый шестиминутный тест, по которому я могу оценить, насколько человек может выполнить ту или иную нагрузку, которую я ему предложу. Этот тест можно выполнить как в пределах комнаты, так и выйдя на улицу. Я там оцениваю функциональный класс пациента, подбираю ему тот или иной комплекс лечебной гимнастики и включаю его в какую-то из групп. Либо если таковой группы нет, я ему предлагаю тогда заниматься в режиме офлайн. То есть этот тест необходим исключительно для того, чтобы оценить состояние пациента? Естественно. То есть это не просто вот так, а он действительно очень нужен. Но наши пациенты, к сожалению, не всегда готовы его выполнить, потому что мы все привыкли. Массаж нужно просто прилечь, мне его сделать, физио получить тоже. А когда я человеку говорю, что нужно что-то делать самому, это всегда вызывает какие-то сложности. А в чем заключается сама реабилитация? Это может быть упражнения на дыхательную систему какие-то? Реабилитация заключается в чем? Во-первых, пациент, который перенес ковид, у него очень много осложнений. Во-первых, это психологическая нагрузка у человека, то есть он устащен, ему хочется как-то эмоционально себя немножечко поддержать. Правильно? Представьте, я сижу дома, мне никуда выйти нельзя. Он присоединяется к группе, он начинает заниматься, но, естественно, как-то повышается его самочувствие, улучшается его эмоциональный статус. И, естественно, он начинает выполнять дыхательные гимнастики, которых очень много. И я вам озвучила о методических рекомендациях. То есть в зависимости от того, насколько человек тяжело перенес, и насколько у него выражены сейчас осложнения после перенесенного ковид-19, мы им и предлагаем ему тот или иной комплекс лечебной гимнастики. Какие вот осложнения помогают, от каких осложнений помогает избавиться от подобной гимнастики? Ну, сказать избавиться мы не можем, потому что все-таки я пациенты вижу достаточно короткий промежуток времени, но мы можем что с вами сделать? Мы, во-первых, можем восстановить жизненную емкость легких, которая, естественно, страдает за время заболевания. Мы можем улучшить его общее самочувствие. Мы улучшаем состояние сердечно-сосудистой системы. И, естественно, мы улучшаем дыхательную функцию человека. Ну, я уже озвучивала раньше про эмоциональный статус человека, поэтому гимнастика, она многогранна. Но, естественно, самое главное – это дыхательная гимнастика. А сколько сейчас групп работает в целом? На сегодня работают три группы. Три группы. Более мы сделать не можем, поскольку мы сейчас еще и проводим занятия в самом зале. Вот три группы, на которые по 10 человек в каждой группе. Каждые две недели группы обновляются. Как попасть? Значит, попасть достаточно легко. Те пациенты, которые прошли лечение в условиях стационара, им в выписке прилагается вот прям схема, как зарегистрироваться. Вообще это очень просто. Сайт мы сейчас увидим на наш экран. Сайт COVID-rehab. На него вы ходите. Там заполняются ваши фамилии, имя, отчество. И обязательно указывается электронная почта. Далее на эту электронную почту приходит код активации. Чек активируется. И одно только оно. Нужно будет скачать приложение Zoom. Оно, в принципе, достаточно легко. Для онлайн-связи. Все. Более ничего не требует. Но, естественно, отправка всех мне документов, в том числе и результаты тестирования, которые я прошу провести пациента. Елена Ивановна, спасибо вам огромное. Я думаю, что действительно такие, скажем так, диагностики, да, в формате гимнастики и общения с пациентами, ну, действительно помогают. Очень важные и ценные. Спасибо, Елена Ивановна, вам еще раз большое за подробную информацию. Ну что ж, а мы уверены, что сегодняшний эфир был абсолютно для каждого из вас, уважаемые телезрители, актуальным и полезным. На сегодня у нас все. Смотрите «Катунь лайф» каждый четверг ровно в 17.30 на телеканале «Катунь-24». Сегодня вместе с вами в этой студии Екатерина Варкентин и Егор Матаев. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова